ради magic скажите пожалуйста стараюсь понять и идти от пятна но если объект имеет несколько пятен внутри своей формы да еще на маленьком формате как быть море небо стена здания понятно действительно крупные цветовые пятна а если мельче а донести надо что это но даже море например да это не просто одна краска там есть нюансы от самого светлого до самого темного в море очень узкий диапазон сравните самое светлое с чем-нибудь еще светлым в картине светлым пятном и поставьте мазок сравните самое темное с чем-то соседним примерный папа по по этой тональности и поставьте то есть сначала мы заложили посередине нечто среднее между самым светлым и самым темным в пятне ну допустим рубашка да вот есть светлое место есть темные есть еще какие-то нюансы вы об этом спрашиваете заложили середину между этим ведь уходит или просто чего больше заложили вот это к морю например на есть какие-то темные пятнышки раз нет смотрите эту темноту этого пятна опять сравнивать с тем же морем или с чем-то еще но близким потом и этот свет тоже имеет какие-то нюансы вы тоже их сравнивать и на там с облаками или тогда что-то всегда светлее что-то темнее но насколько вопрос и вот так идете это и есть собственно живопись она получается из этого из сравнения одного с другим порой бывает что заложенные серединные отношения достаточно лезть не хочется вы сами почувствуете фотографируете промежуточной стадии работы вы потом вернетесь к ним и увидите с какого места начали ну портить что называется ну всегда можно опять вернуться если недалеко продвинулись чистили и все обобщили то есть этот процесс живой спасибо анна иванова сейчас посмотрела анонс 25 урока море и скалы за вашим левым плечом висит еще одна работа с морем и скалами вы не могли бы ее поближе показать очень понравилось ну я и уже она показывал как-то но хорошо сегодня значит еще в конце покажу в конце нашего эфира и с славы вы писали когда-нибудь на двп ор оголите ну наверно орголит мне кажется очень перспективная поверхность шероховатую часть можно зачистить наждачной бумагой прогрунтовать и поверхность будет сравнимо холсту плюс в том что на ней можно будет работать пастозно не опасаясь как что красочный стук слой отпадет деформируется и так далее вопрос если использовали этот материал то как его подготавливали к работе на какой стороне писали каким методом с подмалевка или без ps я еще приклеиваю к листу рейки наклеиваю холст и получается ваще улет ну пробовал как-то писать на обратной стороне арголита мне совершенно дико не понравилось на мой взгляд это никак с холстом сравнить нельзя андрюш селенин пишет на двп он только использует двусторонний двп с одной стороны он такой ламинированный с другой по моему тоже ламинированный то есть главное чтобы влага туда не проникала и он был влагоустойчив большие форматы пишет нормально будет просто нравится когда упругость такая сильная он там размашисто гуляет по ней поэтому бульвару если такой арголит который ламинированный ночью его готовить может наверное можно прям сразу прогрунтовать его акрилом андрей акрилом по моему грунту это он говорил акриловым грунтом и вперед если он еще не влагоустойчив значит нужно сделать влаго влажную уборку то есть проклеить сначала привычным способом наверное желатином как обычно и потом грунт по вашему выбору акриловые или водоэмульсионные я предпочитаю водоэмульсионные в любых случаях и будет вообще улет даже без наклеивания холста мне кажется и с юлия буданова у вас потрясающий рисунок спасибо большое пластичные очень чувственно где можно посмотреть вашу графику ну на сайте я пока еще не выложил графику а в инстаграм в общем-то достаточно много работ полистать там есть и черно-белые но есть рисунок карандашом есть и темперы и акварелью ну и в фейсбуке есть тоже папочки там прям по годам даже написано наброски карандашом наброски темперы посмотрите поскольку в инстаграм нет такого разделения на папке в фейсбуке более удобные страницы фейсбуке есть аккаунт фейсбуке все ссылки на социальные сети под каждым видео а равно как и ссылка на онлайн школу где есть уже пять уроков или четыре по рисунку карандашных три и один темперой я буду еще скоро прибавлять в этом деле останавливаться нельзя кира фербер скажите пожалуйста как оформить этюд бортики которого меньше полутора сантиметров выразить пенокартон пенопласт по формату и приклеить и могут ли вы в каких-нибудь мастерских багетных оформить аврааму это можно вставить в дальнейшем но конечно все решается могут и помочь вам в мастерских я уверен кир но вы можете сделать это сами купить например например пенокартон ну там 5 миллиметров например до толщиной 3 миллиметра или вспененный полистирол из которого как ее сделано кассетник из которой сделан в леруа мерлен продаются различные панели просто ножом пластик по линейке жжик отрезать нужный кусок с припуском в 5 миллиметров вот сейчас у меня там работают это нужно было срочно оформить и здесь у меня ничего не оказалось я нашел просто кусок фанеры 3 миллиметра фанеры я отрезал ее с припуском 5 миллиметров вот здесь отрезаю ну пилой если пластиковые панели то ножом просто по линейке режется нужен будет резиновый клей выдавливаю на эту поверхность вот на эту на фанеру беру просто мастихин и вот так шпателем мастихином про проделываю этот резиновый клей раз разглажу по поверхности то же самое по по холстику и потом кладу холстик и все придавливаю все он прилип готов то есть этих бортиков достаточно они закроются потом вставкой в раме так что это вариант 5 миллиметров здесь припуск достаточно 57 клей резиновый продается в банке в художественных магазинах потому что на резиновом клею очень много делаются собираются макеты различные он в ходу или в хозяйственном магазине в такой довольно таки пол-литровой такой банке который открывается как краска и прям туда мастихином бульк и зачерпывать очень дешевле чем вот такой покупать погода стоит замечательная в гурзуфе приезжайте 12 числа на класс попишем здесь на природе на лодочной станции на чеховке на виноградниках с 12 по 16 ноября жду вас те кто не может приехать заходите в онлайн-школу там довольно таки много уроков 40 уже наверное больше если вместе с рисунком все перед вами мотив палитра замесы как это все делается и что получается ссылка под каждым видео а а Субтитры создавал DimaTorzok